Хороших ведущих торжественных мероприятий и спортивных праздников проще воспитать, чем найти. Так рассудили в молодежном центре, открыли курс школы ведущих. Стать настоящим шоуменом, готовым зажигать толпу, решили 15 школьников и студентов. Занятия проходят дважды в неделю. Здесь развивают мимику, учат артикуляционные разминки мышц речевого аппарата, ставят речь, проводят классы по актерскому мастерству. Ребятам объясняют, бояться сцены не нужно. Они очень активные, амбициозные, мне кажется, ничего не боятся. А есть некоторые дети, которые зажаты, но мы с ними потихонечку раскрываемся с помощью психологических тренингов и различных упражнений на актерское мастерство. Какой он идеальный ведущий? Веселый, активный, разговорчивый, а еще грамотный, умеющий импровизировать и способный самостоятельно писать сценарии. Как в настоящей школе, здесь есть домашние задания. Одно из первых было самостоятельно срежиссировать городской праздник. Наше задание было составить сценарий. Трудности, правда, возникли с поставкой номеров, чтобы были не только сначала идут песни, потом идут танцы, а чтобы это все смешать и рассказать об этом. В будущем организаторы планируют пригласить на мастер-классы известных ивановских ведущих, чтобы те поделились опытом и рассказали секреты профессии. Молодая и активная смена матерых специалистов сцены, между тем, конкуренции для себя не считает. Я думаю, что они идут на среднем уровне, можно и лучше. Они не всегда бывают интересные, наверное. Они однотипные, они постоянно по одному и тому же сценарию, можно сказать. По итогам учебного периода ребят ждет контрольное испытание. Нужно будет на практике продемонстрировать, чему они научились, выйти на публику и доказать, что новая смена ивановских ведущих составит конкуренцию, если не Урганту, то хотя бы Нагиеву. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.